Здарова, бандиты! Меня зовут Иван Пятовский, и я рад приветствовать вас на канале Последний Киногерой. Этот материал я нашёл на просторах интернета. Ссылку на статью вы найдёте в описании под видео. Эпизод «Кто бы это ни сделал» — одна из жемчужин Сопрано. В нём есть всего понемногу. Юмор, экшен, тонкость, насилие, взаимодействие, молчание — всё это есть здесь. Кроме того, именно этот эпизод действительно рисует линию фронта в войне между определённостью и двусмысленностью, в которую втянуты так много поклонников Сопрано. Некоторые зрители настаивают на том, что Ральф виновен в убийстве моего пирожка, в то время как другие думают, что доказательства в лучшем случае неоднозначны. Название серии является первым признаком того, что вселенная Чейза управляется двусмысленностью. В этом эпизоде есть несколько случаев, когда персонажи или мы, зрители, задаются вопросом, кто именно вызвал или осуществил какое-то конкретное событие или действие. Название серии прямо или косвенно упоминается в каждой из основных историй этого часа. Ральф задаётся вопросом, кто рассказал Джонни Секу о шутке про Джинни. Ральф задаётся вопросом, была ли авария с его сыном просто случайностью, или же это акт мести бога. Парни задаются вопросом, кто устроил розыгрыш Нуччи. Нам интересно, Ральф ли поджёг конюшни. Мы задаёмся вопросом, является ли замешательство Карада простой ложью, или же средства массовой информации действительно разбудили спящую деменцию, нечаянно сбив его со ступеней здания суда. Ой, какая ж это всё хуйня! Я рассмотрю все эти вопросы по очереди. Ральф и его команда задаются вопросом, кто рассказал жирную шутку Джонни Секу. Он правильно догадывается, что маленький Полли рассказал шутку Полли, который затем передал её Джону. Мы знаем, что Ральф угадал правильно, потому что Чейз показал нам эти события на экране в начале сезона. Чтобы отомстить, Ральф делает ужасный, но весёлый розыгрыш Нуччи. Когда мы обнаружили мелкого грызуна в его анальном проходе. О боже мой! Ральф всегда был подлым персонажем, и на протяжении всего сериала его даже сравнивали с самим дьяволом. В шестом эпизоде третьего сезона, по словам профессора Франка Риччи, Ральф намеренно помещён перед картиной, которая представляет собой брызги цвета, вихри эмоций и волнений, отражающих его демонический характер. Во втором эпизоде четвёртого сезона Дженнис считает происхождение сатаны, когда ноготь Ральфа попадает ей в лицо. Ральф сидит перед наклейкой New Jersey Devils в шестом эпизоде четвёртого сезона. Кроме того, он сам говорит «Я сатана для этого ребёнка», имея в виду неприязнь Джеки-младшего к нему в третьем эпизоде третьего сезона. Сценаристы Грин и Берджис говорят, что для сериала было очень важно, чтобы они реабилитировали Ральфа до того, как его убьют. Когда сын Ральфа Джастин попадает в беду, Ральф решает, что должен открыть новую страницу и стать лучше. Это ещё один пример двусмысленности в Сопрано. Каким бы демоническим ни был Ральф, Чейс хочет, чтобы зритель не увидел в нём абсолютно плохого или злого человека. Мир Сопрано серый, а не чёрно-белый. Были и другие примеры в сериале, когда мы сталкивались с доброй стороной некоторых очень тёмных персонажей незадолго до их кончины. Возможно, самый запоминающийся пример – детектив Вин Маказян в первом сезоне. В одиннадцатом эпизоде первого сезона мы видели, как Маказян принимал душ, почти как духовное омовение, прежде чем совершить самоубийство. Точно так же Ральф купается в ванной, когда Чейс запускает процесс реабилитации своего персонажа. Домоработница кричит и стучит в дверь в ванной, но Ральф поначалу не встревожен. Он и раньше видел, как она поднимает панику по мелочам. Но Ральф начинает тревожиться, когда слышит, как она выкрикивает имя его сына. Джастин был ранен стрелой, сброшенной с небес. Конечно, это его друг выпустил стрелу в воздух. Но роль бога, если у него была роль, направить стрелу в артерию Джастина – важный вопрос этого эпизода. Мальчика срочно доставляют в больницу. Дион лежит в критическом состоянии. Этот эпизод принёс Джо Пантелиано Эмми за лучшую мужскую роль второго плана. Только в одной больничной сцене мы видим, что он полностью заслужил победу. Он на полную раскрывает все сложности личности Ральфа Сефаретта. Ральф в отчаянии. Он наполнен болью, надеждой и одновременно кипит гневом. Он срывается на мужа своей бывшей жены. Тони приходится прижать Ральфа к стене, чтобы он успокоился. Жест, который откликнется эхом позже. Ральф был демоническим персонажем на протяжении всего сериала. А Грин и Берджис немного повеселились, пробуждая нашу симпатию к этому дьявольскому персонажу. Они включают слова из песни «Симпатия к дьяволу» группы Rolling Stones в диалоге эпизода. Ральф говорит хирургу Джастина «Пожалуйста, позвольте мне представиться». Ральф говорит «Рад познакомиться. Отцу Филу». Отец Фил спрашивает Ральфа «Вы были там в час сомнений и страданий Иисуса Христа?» Ральф чувствует себя лицемером, обращаясь к отцу Филу, но священник уверяет его. Бог понимает, вот почему в такие моменты мы можем обратиться только к нему. Ральф считает, что несчастье с Джастиным – это своего рода космическая месть за его собственные проступки. Кажется, что Бог решил разыграть месть и разыграть её с тяжёлой грудой иронии, когда мы вспоминаем проступок Ральфа в начале эпизода – его телефонный пранк. Во время звонка Ральф говорит Нуччи, что её сына нужно срочно доставить в отделение скорой помощи. «Мэм, я бы сам хотел ошибаться». А позже ему пришлось срочно доставить собственного сына в скорую. Он также попросил Нуччи предоставить информацию о её страховке. «Нам нужен номер страховки». А позже сказал Тони, что его собственная страховка может не покрыть лечение, которое потребуется Джастину. Возможно, Бог злится на Ральфа за то, что он приписал Полли дурацкую сексуальную практику, хотя на самом деле сам Ральф имеет довольно странные сексуальные наклонности. Отец Фил не может объяснить, почему Джастин страдает. Он может только говорить Ральфу, это большая загадка, почему всё происходит именно так. Но он уверен, что Господь не наказывает Джастина как расплату за проступки Ральфа. У Бога есть план для всех нас. Бог милосерден. Он не наказывает людей. Этими противоречивыми утверждениями отец Фил демонстрирует, что он, как и все мы, бессознательно переключается от мистической двусмысленности к уверенности, в зависимости от того, какая точка зрения лучше всего соответствует его убеждениям в данный момент. Любопытство Ральфа по поводу того, почему произошла такая трагедия, старо как человечество. Богословская проблема зла и страдания уже напрямую затрагивалась в клане Сопрано. Сидя рядом с больным раком Джеки, Тони задавался вопросом «Что за Бог?» и он снова задаст тот же вопрос в офисе Мелфи. Независимо от того, сколько раз звучит этот вопрос, в мире Сопрано или в реальном мире, мы никогда не получим удовлетворительного ответа. В своём эссе «Забавно про Бога, судьбу и всё такое» Роберт Пилуза пишет, «Как и в жизни, когда мы смотрим Сопрано, мы часто не знаем, почему что-то происходит, или когда оно произойдёт, или действует ли план Бога, или царит ли хаос в безбожной пустоте. Мы не ждём, что Чейз в конце концов вознаградит своих мафиози. Вместо этого мы ждём смерти. Никто не в безопасности. Чейз правит своей вселенной как антибог». Хотя отец Фил во время разговора временами ведёт себя банально и защищается, он всё же даёт Ральфу слова надежды и утешения. Ральф, кажется, предлагает законные усилия, чтобы стать лучшей версией себя. Но это происходит не сразу. Он даёт Тони жирную пачку денег, полученных нечестным путём. В этом эпизоде наши чувства к Ральфу противоречивы. Полли, с другой стороны, не испытывает противоречивых чувств. Он ненавидит Ральфа. Полли убеждён, без каких-либо реальных доказательств, что это Ральф устроил розыгрыш его матери. Предположение Полли верное, но это всего лишь обоснованное предположение. Полли, в отличие от нас, не был осведомлён о сцене, в которой Ральф устроил розыгрыш. Кристофер и Тони напоминают ему, что он не знает наверняка, что Ральф виновен. Но Полли, тем не менее, хочет его убрать. Тони устанавливает закон. Полли и пальцем не тронет Ральфа. Тони лежит в постели с бывшей девушкой Ральфа Валентиной, когда ему звонит Лоис по поводу смерти моего пирожка. Некоторые зрители видят в этом намёк Дэвида Чейза о том, что Ральф убил лошадь, в качестве расплаты за то, что Тон встречается с бывшей девушкой Ральфа. В сгоревшей конюшне Лоис ссылается на перегоревшую лампочку в качестве доказательства того, что пожар был случайным. Но Тони, кажется, смотрит на розетку с подозрением. Тони кое-что знает о поджогах. Возможно, вы помните, как он организовал такой поджог в пилотном эпизоде. Лоис упоминает высокую страховую стоимость мёртвых животных. Тони понимает, что они с Ральфом недавно оформили ценную страховку на лошадь и наверняка помнит жалобу Ральфа на большой больничный счёт Джастина. Детали мозаики начинают складываться в голове Тони. Сцена в конюшне завершается кадром компаньона пирожка – козла. Исторически, по крайней мере, со средневековья, козёл ассоциировался с сатаной. Если это то, что Чейз имеет в виду этим кадром, то это становится ещё одной ассоциацией между дьяволом и Ральфом и указывает на его вину в убийстве пирожка. Трудно сказать, убедился ли Тони в виновности Ральфа ещё до того, как добрался до дома Сефаретта. Или он убедился в этом только после прибытия туда. Пока Тони расспрашивает Ральфа на кухне, Чейз вставляет пару заманчивых снимков рук Ральфа, почти с точки зрения Тони. Это руки, которые уничтожили любимую лошадь Тони, или это просто руки, которые готовят завтрак? Признаюсь, когда я впервые посмотрел этот эпизод, я был уверен, что в возгорании виноват Ральф. На самом деле, для меня это было настолько очевидно, что я даже не задавался этим вопросом. Всё изменилось, когда фанаты и СМИ загудели. Он сделал это или нет? И я понял, что проблема может быть не такой уж простой. Повторный просмотр подтвердил, что попросту недостаточно доказательств, чтобы признать Ральфа виновным вне всяких сомнений. И теперь, посмотрев сериал целиком несколько раз, и придя к убеждению, что двусмысленность – это центральный тезис Сопрано, я уверен, что неопределённость – это и есть смысл сцены на кухне Ральфа. В статье 2007 года «Американская семья» Питер Бискинд рассказывает, что честь не сказал бы Пантелеано, поджег Ральфе, конечно, или нет. Пантелеано решил разыграть эту сцену так, как будто он этого не делал, как если бы он был невиновен. В комментариях сценаристы подтверждают, что именно так Джо Пантелеано решил сыграть эту сцену. Что касается самих сценаристов, Грин считает, что Ральфе виновен в преступлении, в то время как Бёрджерс говорит, что он всегда чувствовал, что Ральф не виновен. То, что существуют такие разные интерпретации поведения Ральфа даже среди тех, кто участвовал в создании эпизода, указывает на важный факт. В кино и на телевидении, и особенно в Сопрано, именно в монтажной комнате оформляется конечный продукт. Независимо от того, как сыграл актёр, Чейз и его монтажёры в конечном итоге склеили эпизод таким образом, что мы не можем с уверенностью сказать, что Ральф виновен. Конечно, не стоит ожидать, что Тони будет рассудительным, когда дело доходит до его любимой лошадки. Когда Ральф настаивает, что гибель лошади не более чем удача, Тони со скепсисом отвечает. Забавно про бога, судьбу и всё такое прочее. Тони считает, что не может быть совпадением то, что лошадь умерла сразу после того, как они с Ральфом оформили на неё страховой полис. Он убеждает себя, что Ральф совершил поджог, и это приводит ко второму способу, с помощью которого мы можем прочесть двусмысленный кадр с козой, закрывающий сцену в конюшне. Коза может представлять не Ральфа дьявола, а Ральфа козла отпущения. Третья книга еврейской библии, Левит, повествует историю о козле, который был завален грехами людей, а затем отправлен в пустыню, чтобы его больше никогда не видели. Независимо от того, виновен ли Ральф на самом деле в поджоге или просто козёл отпущения, Тони мстит. В четвёртом сезоне почти не было большого насилия. Детектив был убит Кристофером Малтесанти в начале сезона. После этого смерть появлялась лишь мельком. Тони узнаёт о самоубийстве Глории Трило. Карен Бакальери погибла в автокатастрофе. Отец Фьюрио умирает от рака. Зрители весь сезон сидели сложа руки, ожидая экшена. И этот момент настал. Бой между Тони и Ральфом – это жестокая сцена, наполненная звуком и яростью. Жестокий мужчина встречает жестокий конец от рук другого жестокого человека. Тони провёл черту на песке, сказав Поле, что он не должен переступать её, когда дело доходит до Ральфа. Но затем он впадает в ярость и убивает Ральфа самостоятельно. Пока он выколачивает жизнь из Ральфа, Тони рычит фразу, которая может относиться либо к пирожку, либо к Трейси. «Она была прекрасным невинным существом! Что она тебе сделала? Ты, блядь, убил её!» Напряжённость между двумя мужчинами не утихала с тех пор, как Ральф жестоко убил молодую девушку в эпизоде «Университет». Аллен Сеппинволл называет этот эпизод негласным сиквелом. И, как многие отметили, произношение Ральфа слов «Шлюха и лошадь на английском» звучит так похоже, что ещё больше объединяет Трейси и пирожка. Я не знаю, планировал ли Чейз и сценаристы связать Трейси и лошадь во время показа университета. Если нет, то это действительно совпадение, что в университете было так много упоминаний о лошадях. Первое. Тони пошутил с другой стриптизершей о лошади, когда Трейси вошла в кадр. Второе. Сильвио называл Трейси «чистокровной», и это может быть с натяжкой. Её чокнутые зубы сравнимы с конскими зубами. Вдобавок Кейтлин, плохо приспособившаяся, огорчённая соседка Мэдоу по комнате, которую сравнивали с Трейси в разные моменты эпизода, сказала, что собирается на конную ферму, чтобы восстановить равновесие в своей беспокойной жизни. Возможно, ни один эпизод «Сопрано» не проходит через столько смен тона и темпа, как этот. Серия начинается с юмора, особенно за счёт бедного Карада, который падает со ступенек здания суда. Затем переходит к мрачному пафосу несчастного случая с Жастином и смерти пирожка. После жестокой битвы между Тони и Ральфом эпизод постепенно замедляется. Ральф был в ванне, когда он впервые услышал новость, которая поставила его, потенциально, на путь реформации. Именно в этой самой ванне, которую мы теперь видим под обратным углом, его труп проводит последние мгновения жизни на Земле в цельном состоянии. Стивен Пикок в своём эссе «Молчание и клан Сопрано» анализирует всепоглощающую тишину, характерную для второго получаса, когда Тони и Крис избавляются от Ральфа. Тони и Крис почти полностью немеют, но тем не менее наш интерес сильно удерживается на экране. Пикок находит что-то диккенсовское в том, как звуки цепей и скатывающегося по лестнице шара для боулинга подчёркивают тишину. Жуткий звук цепей звучал в некоторых из наиболее запоминающихся сцен Диккенса. Другие зрители сочли леденящую кровь вторую часть эпизода, похожей на произведение По. Тони и Крис сбрасывают тело Ральфа со скалы и закапывают его конечности на ферме отца Майки Палмисси. Дуэт возвращается в Бадабинг, чтобы расслабиться и привести себя в порядок. Когда Тони просыпается, Крис уже покинул заведение. Тони смотрит на себя в зеркало. Этот зеркальный снимок подчёркивает двойственность личности Тони. С одной стороны, Тони – отзывчивый коллега, любитель животных, хороший менеджер, ловко успокаивает вспыльчивого поля и любящий отец. С другой стороны, он нарушает правила. Самоуверенный убийца, который часто больше печётся о животных, чем о людях. Его внимание привлекает фотография Трейси, полностью одетая, в отличие от девушек на других фотографиях. Тони отворачивается от фотографии Трейси и выходит из гримерки. Он останавливается перед сценой Бинг, совершенно пустой. За исключением прожектора, который освещает её. Когда он останавливается и смотрит, он может думать о Трейси, которая когда-то выступала на этой сцене, но позже была стёрта с лица земли. Я думаю, может иметь огромное значение то, что университет начался с кадра прожектора над головой, а затем переместился на ту же пустую сцену, на которую сейчас смотрит Тони. Пустая сцена воплощает философию небытия, которая угрожает подавить персонажей на протяжении всего сериала. Всё завтра, снова завтра, снова завтра. Тень от огня ползёт в неспешном темпе до слог последних временей и хроник. А наши всё вчера лишь осветили глупцам дорогу глупой и пыльной смерти. Прочь, прочь, свеча ничтожная, что жизнь всего лишь тень. Актёр, что жалко тушится на сцене, чтобы затем навек с неё исчезнуть. Рассказ безумца полной ярости и силы, но полностью лишённой капли смысла. Речь Ливии о «это всё большое ничто» к внуку была современной версии этого шекспировского монолога, демонстрируя, что наша уверенность зачастую на самом деле является неопределённостью, и ставя под сомнение идею отца Фила о том, что все события что-то значат благодаря любящей милости Бога. Кто бы это ни сделал, мрачно предполагает, что философия Ливии является истиной в последней инстанции. Пустая сцена – мощный символ этой тёмной философии. «Может показаться, что я делаю слишком много шума», приписывая метафорическое значение убогой сцене в уличном клубе на севере Джерси. Но Джонни Сек дословно процитирует вышеупомянутый отрывок из Макбета спустя четыре эпизода. Остаётся нерешённым даже вопрос о слабоумии Карада. Идёт ли он в дом к соседке, чтобы попросить мороженого, потому что он понимает, что федералы наблюдают за ним, или потому что он действительно дезориентирован? Когда сиделка провожает его обратно в гостиную, Чейз не фокусируется на Карада, чтобы зритель не мог с уверенностью сказать, что Карада сбит с толку, или наоборот, Карада притворяется. Конечно, далее мы понимаем, что Карада действительно впадает в слабоумие, но пока это остаётся неясным. Уильям Сиско, который учился в киношколе вместе с Дэвидом Чейзом в начале 70-х, прослеживает сходство между шоу Чейза и европейским кинематографом в своём эссе, если всё это напрасно, «Клан Сопрано» как художественное кино. Сиско отмечает параллель между картиной «Страсть Ингмара Бергмана» и «Кто бы это ни сделал». В них обоих изображены мёртвые лошади. Интерпретация Уильяма Сиско обожжённой лошади в фильме Бергмана в некотором смысле может быть применена к смерти пирожка в этом эпизоде. Сожжение лошадей, которое происходит после того, как подозреваемый в более ранних случаях насилие над животными покончил жизнь самоубийством, доказывает, что зло преследует ландшафт и превращает этот поступок в метафору универсальной коррозии самого существования. Сиско утверждает, что «сожжённые лошади» в фильме Бергмана имеют метафорическое измерение, и я думаю, что смерть пирожка имеет аналогичное метафорическое значение. Её смерть иллюстрирует постепенное потемнение ландшафта мира Сопрано с течением времени. Однако позвольте добавить, что он, кажется, вполне убеждён в том, что Ральф действительно совершил поджог. Примечание. Интересно, что слабоумие Карада могло быть спровоцировано падением с нескольких ступенек, учитывая долгую историю дерьмовых вещей, происходящих на ступенях и лестницах в Сопрано. Западная мифология подчёркнута треком, закрывающим эпизод. Это кавер Apollo 440 на песню Эннио Морриконы «Человек с гармоникой» из фильма 1968 года «Однажды на Диком Западе». Обратите внимание, насколько великолепен выбор песни. В этом эпизоде рассказывается о противостоянии современных итало-американских преступников Ральфа и Тони. И он заканчивается современной версией песни, изначально появившейся в итальянском спагетти-вестерне, в котором также имели место разборки между американскими преступниками. Если вы, как и я, без ума Джеймса Гандальфини, смело жмите на плейлист, который сейчас на ваших экранах. Капищ? Обязательно напишите в комментариях, о ком из актёров сериала «Клан Сопрано» мне рассказать в следующем выпуске. А если вы хотите поддержать канал, загляните на мою страницу в Patreon. Это последний киногерой, меня зовут Иван Пятовский, не переключайтесь.